Простите, но это невероятно аморальный поступок со стороны США и всего Запада. Сперва натаскивать Украину на противостояние с Россией, а затем сказать, мы не придем на помощь, мы наложим санкции. Сейчас они говорят, окей, мы вышлем стингеры и дживелины, но это же оборонительное оружие. В итоге предпринимать что-то уже слишком поздно. Там уже война. Куда это оружие поставлять? Через морские порты. Россия блокировала все порты. Их нельзя доставлять по воздуху. С-400 и С-500 все разнесут. Остается наземный маршрут, но как только грузы пересекут украинскую границу, их начнут бомбить. То есть все это лишь попытка Запада оттянуть окончание войны на месяц, если не до конца года. Все это нанесет чудовищный удар по мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после пандемии. Цена нефти уже выше 100 долларов и продолжает расти. Это будет экономическая катастрофа для всего мира. И этого добивается Запад. Они хотят воевать с Россией до последнего украинца. По мне, это невероятно аморально. Это неравный бой. Да, это смело, я впечатлен украинцами. Но одна красотка модель, позирующая с автоматом Калашникова, произведет скорее сценический эффект. Потому что автомат Калашникова не поможет против танков. Пожалуйста, поймите это. Да, люди будут драться за себя и свою родину. Но правда в том, что бои уже идут в столице, в Киеве. Это просто вопрос времени. И если вы хотите оттянуть окончание конфликта, то до какого предела? И совершенно ли это в интересах украинского народа? Если цель России уничтожить военный потенциал Украины, она это делает. Не слушайте репортажи CNN и BBC, которые говорят, что Зеленский выигрывает войну. Русские войска уже в Киеве. Если бы индийские танки достигли Исламабада, вы бы считали, что Пакистан побеждает? Нужно быть более реалистичными в понимании военной обстановки. Это невероятно аморально со стороны НАТО натаскивать Зеленского на войну с Россией до последнего украинца. Кто пострадает? Кто сейчас страдает? Украина. Чья бронетехника и авиация уничтожается? Украина. Не думаю, что все это будет продолжаться слишком долго. Скорее всего, перед нами уже окончание. Запад лишь пытается продлить огонь Украины, воодушевляя ее на борьбу с Россией при помощи билбордов с вооруженными красотками. Это нечестно в первую очередь для украинского народа. Это нечестно подговаривать мирных граждан нападать на танки. Русские намеренно удерживаются, открывая бойни. А ведь они могут организовать брутальный штурм. Вспомните Вторую мировую, вспомните Чечню, даже Афганистан. Они могут быть очень суровыми. Мы были удивлены, что до сих пор не увидели никаких свидетельств массовых убийств. Хотя работает российская артиллерия, работает РСЗО. Идут массированные авианалеты. Но они просто наносят точечные удары, чтобы избежать сопутствующих потерь среди мирного населения. Все, что мы видим, это «Ого, задели дом!» Но если бои идут в живых кварталах, то куда попадают снаряды и пули? Они попадают в дома. Надо эвакуировать мирное население. Но они, украинские власти, не дают уйти. Они уговаривают жителей нападать на российскую армию. Послушайте эту храбрость. Да, я приветствую и уважаю храбрость. Но с точки зрения украинского руководства, это в высшей степени аморально. Намеренно провоцировать неравный бой. Потому что ничего, кроме разрушений, это не вызовет. Вы считаете, что у России нет возможности обезглавить руководство Украины? Стоит вам открыть смартфон, вас тут же засекут. Что мешает России отследить сигнал и послать штурмовиков, чтобы ликвидировать Зеленского? Но они этого до сих пор не сделали. Почему? Потому что их цель – полное уничтожение военного потенциала Украины. Вот их главная цель. Смена режима возможна. Но Зеленского могут просто оставить во главе страны после окончания операции. Это будет логично для России, вместо того, чтобы завозить на танки в Киев своего человека.